На очередном заседании Думы глава города Александр Корзин отчитался о работе депутатов в прошлом году и поделился планами на будущее. По его словам, в Твери появится долгожданная концепция развития пассажирского транспорта. Документ планируется принять в первом квартале этого года. И он должен будет, наконец, расставить приоритеты между муниципальным и частным видами транспорта. Дума, по словам Александра Корзина, выступает за поддержку МУПов. Может быть, не в таком объеме будет трамвай, но они будут. Но увеличим количество автобусов. За счет чего? Мы ищем инвесторов. При этом Александр Корзин уверен, что трамваи и троллейбусы во всем мире транспорт убыточный. Так что заработать на нем не стоит и пытаться. Но уточняет, тарифы на перевозку все-таки стоит повысить. Вообще во всем мире, в России, в том числе и в городе Твери, муниципальный транспорт убыточный. Начиная с Сан-Франциско, а заканчивая городом Твери. Поэтому будем просто предусматривать большие дотации на муниципальный транспорт. Будем тарифную политику смотреть. Ну а далее муниципальные пассажирские предприятия предполагается объединить. Пока что речь идет только о двух. МУП ПТП-1 и МУП ПТП. Последняя сумела расплатиться с долгами и даже сохранить некоторые сбережения и технику. Ее, по словам главы города, автотранспортное предприятие номер один у ПТП будет арендовать. Ситуация парадоксальная. Одно муниципальное предприятие будет платить другому муниципальному предприятию за технику. Но у Александра Кордина есть объяснение этой схемы. Схема вот такая будет. То, что остались долги в ПТП, кто имеет долги, это имущество. За счет этого имущества будут долги продаваться. Да, по ПТП-1. Потом начнется вот у нас ПТП-1 уже в одном целом. Там начнем с нуля. Что же касается частного транспорта, то парковка на бульваре Радищева все-таки станет платной. Решение выделить деньги на паркоматы, систему видеонаблюдения и дорожные знаки было принято еще в прошлом году. Но торги не состоялись и вопрос, а вместе с ним и выделенные почти 12 миллионов перекочевали из 2014 в 2015. Напомним, что организовать планируется 130 парковочных мест, а ориентировочная стоимость стоянки составит 30 рублей в час. Мы вносили изменения в бюджет 2014 года и с вами коллективно принимали решение все-таки начать попробовать формат введения платных парковок в городе. И наш комитет, комитет по благоустройству, встал на позицию, что если уж мы с вами сказали «а», то давайте все-таки продолжать. В итоге проект решения был принят и депутаты перешли к другим вопросам, касающимся благоустройства города. Парк Победы планируется сделать более удобным и ухоженным, не потратив при этом ни копейки бюджетных денег за счет инвесторов. Однако без всякой для себя выгоды красить скамейки, стричь траву и убирать мусор частные компании не будут. За реконструкцию рекреационной зоны город предоставит инвесторам около 25% территории парка для ведения бизнеса. Реконструкции парка будут осуществляться в соответствии с техническим заданиям, которые подготовлены и утверждены консидентом администрации, в том числе стоимостные характеристики их работ, которые будут производить в парке, они будут согласовываться в том числе с администрацией. Преобразиться парк по замыслу должен уже к празднованию 70-летия Победы. Но что будет представлять из себя в конечном итоге – вопрос. Инвесторам необходимо будет окупать свои затраты, так что рекреационная зона рискует превратиться в зону аттракционов и торговли, о размещении летних кафе, с которыми так боролись в прошлом году. В преддверии праздника, вероятно, лишит Парк Победы неофициального статуса зоны трезвости.